Телеканал ЛРТ получил приз в номинации «Чистое Подмосковье» на 21-м открытом фестивале «Братина». Он прошел в Дмитровском районе с 5 по 8 октября. Фестиваль посетили более 200 представителей подмосковных телекомпаний, а также 6 регионов России и 12 стран мира. Как это было, смотрите в репортаже нашего корреспондента. Друзья, мне просто сразу хочется поблагодарить, во-первых, всех, кто приехал, наши уважаемые жюри, коллег. 21-я «Братина» прошла сразу в двух городах Дмитрове и Яхрыме. Участников фестиваля ждали три ярких, насыщенных дня – конкурсы, мастер-классы, творческие встречи. В первый день для журналистов провели обзорную экскурсию. Кроме того, для них подготовили развлекательную программу. Развлекательная программа «Чистое Подмосковье» Гости мероприятия посетили одну из самых ярких достопримечательностей этих мест – памятник войну-освободителю Перемиловскую высоту. Именно здесь русские солдаты переломили ход Великой Отечественной войны, а Яхрама стала первым городом Советского Союза, освобожденным от немецких захватчиков. В память об этих событиях в 1966 году здесь и установили этот памятник. Второй день стал одним из самых интересных и важных для журналистов участников фестиваля. Стартовал конкурс «Телерепортаж с колес». За несколько часов нужно было не только найти интересную проблемную тему, но и снять и смонтировать сюжет. В конкурсе участвовали 20 телекомпаний. Команда телеканала ЛРТ рассказала зрителям о Яхрамском шахматном клубе, который находится в аварийном состоянии. Вечером того же дня все работы участвовали в публичном просмотре. За лучший, по их мнению, сюжет голосовали сами жители Яхрама. Все сюжеты до того интересны. Мы даже растерялись, что выбрать. Нам вместе много нравится. И хотелось бы узнать, а еще такое повторится, такой фестиваль? Лучшим, по мнению зрителей, был назван сюжет «Театр, где играют дети общественного телевидения Серпухова». Второе место взяло телевидение «Города Видное» с сюжетом, памятник которого нет. Третье место досталось ТВ «Угреша», город Зержинский. Но на этом соревнования не закончились. Гостей и участников 21-й «Братины» ждал еще один не менее интересный конкурс «Вы в эфире». 14 ведущих со всего Подмосковья поборолись за звание лучшего. Сезон 2017 бронируют в среднем на 10 дней и тратят на отдых более 3000 рублей в сутки. 8, 9, 10, 10, 9. Кроме этого, на протяжении всего фестиваля жюри оценивало работы по номинациям «Моя Россия», «Милосердие», «Телерепортаж», «Рекламный ролик» и «Чистая Подмосковья». В последней номинации телеканал ЛРТ взял второе место с фильмом про девятый автопробег «Союза журналистов Подмосковья». Апофеозом мероприятия стала традиционная церемония испития из чаши «Братины». Этот ритуал – дань уважения всем участникам «Братины». Считается, что журналисты, испившие из одной чаши, роднятся, становятся братинщиками. После того, как чаша пройдет по всем гостям, она возвращается на сцену. Добавлю, что «Братины» – ежегодный смотр электронных СМИ Подмосковья. С 2000 года фестиваль проводится под патронатом губернатора Подмосковья. Участниками фестиваля являются телекомпании Московской области, а с 2001 года к ним присоединились и иностранные коллективы. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.